После трех недель путешествия по Швеции можно подвести итоги и обобщить наши знания о шведах, какие они, их жизни, привычки, а главное, что они думают о нас, о России и русских. В этом выпуске мы узнаем, как легче всего попасть из Финляндии в Швецию, какой способ самый недорогой, как отдыхают шведы и как устраивают свой быт на природе. Попробуем шведский табак снюс и попросим самую музыкальную нацию спеть. Но обо всем по порядку. Еще до приезда в Швецию я слышал, что местные, как в принципе все северные люди, могут быть немного закрытыми. И первые же встретившиеся шведы в один голос подтвердили, что они не общаются с незнакомцами. И это они сказали, разговаривая со мной, как раз с незнакомцем, с первым встречным, с которым абсолютно тепло общаются. В общем, у меня сложилось впечатление, что это всего лишь стереотип, в который до сих пор верят. И сами шведы. А в действительности они ни холодные, ни закрытые люди. Другой пошатнувшийся стереотип это то, что сейчас на западе тотальная русофобия. Я из России, да? Пожалуйста, не скрывайся, это нормально? Да, это нормально. Потому что в России у нас есть некоторые стереотипы, сейчас есть большая русофобия или что-то такое, о России и так далее. И я хочу спросить, это правда или нет? Как вы... Нет? Я думаю, что большинство Свеции не любят путь, но мы не имеем в виду ничего против России. Хелена, я не сказал тебе, но я из России. Окей. И это нормально для тебя, потому что сейчас есть какие-то русские люди, и так далее. Ты никогда не слышишь о этом? Нет, нет. Нет, мы довольно открыты в Свеции. Мы не знаем сейчас. Окей, это наша пропаганда. Да, да. Провел тут два дня, монтировал очередное видео для Ютуба, прекрасная природа, свежий воздух, еще и теплое море, и как всегда в Швеции прекрасно оборудованные купалки с возможностью понырять. Это эти две хохотушки смеялись, очень веселые девушки попались. Попросил их назвать пять слов основных ассоциаций, которые возникнут у шведа при слове «Россия». Да, ты знаешь, эти хохотти, которые союзные пат 패ти. И это как бы называется «Россия». Я думаю на больший храм, но... Да, ты знаешь, это такие красивые городки с патами, и так далее. Ты пришел и в Россию, чтобы увидеть их. Они как состы. Суп, это так как... Вы знаете, это такое, как ты ешь. Это с водой, и ты поставишь разные вещи. Я думаю, что это ши, ты знаешь ши, никогда не слышал. Русский, пять слов. Классный, красивый, архитектурный. Я люблю это, потому что у вас есть другой стиль. Глазные, теплые. И Путин. Вот так получилось. В Северной Швеции одна из главных ассоциаций с Россией – холод. А ничего, что у нас и Кавказ, и теплое Черное море. В общем, стереотипы работают. А старшее поколение с большой теплотой вспоминает свои поездки в СССР. И этот пожилой мужчина, и еще одна бабушка подходила, она не захотела быть в видео. Они оба говорили, как посещали Ленинград еще в 80-е годы. Ты был в Ленинграде? Да, пару лет назад. Много лет назад. Это была Советская Уния, да? Да. Какой был шок для тебя? Ну, очень красивый. Ведер был красивый. Мы были в огромном доме, с таблетами. Ты знаешь его? Я думаю, что в некотором доме, я не знаю. А, может быть, это был Эрмитаж. Да, это был Эрмитаж. Очень красиво. И глядя на Кали, хочется отметить, здесь много долгожителей, и они в своем преклонном возрасте сохраняют активность. Сейчас можете прикинуть в уме, сколько лет Кали. А теперь правильный ответ. Сколько лет? 92. 92? О, это круто. Это очень круто. 92. Это очень круто. Я счастлива. Мы не берем воду каждый день. Причем живут шведы и долго, и счастливо. Светлана. Светлана – один из самых счастливых стран в мире. Как вы думаете? Почему? О, мы никогда не провели войну. Очень красивый ночью. Причем, как все, мы работаем. У меня есть маленькая комната здесь. И маленькая вода. И много путешествия. Очень красиво. Какая основная мечта у сведших детей? Быть принцессой. Принцессой? Они хотят научиться. О, реально? Да. Да, чтобы стать инженерами или что-то. В общем, все у шведов хорошо. Счастливые, обеспеченные, всем довольные. Природа у них замечательная. Один только момент. В Скандинавии совсем мало солнца зимой. И с этим как-то надо бороться. Что ты делаешь для этого? Дринка много кофе в вечер. Кофе в вечер? Да, в партии. Партии? Ты имеешь алкоголь или что? Нет, нет алкоголь, никогда. Что это значит партии? Кофе партии? Да, кофе партии. Да, кофе партии. Ты идешь с твоими друзьями. И у тебя как-то хрисмасс. Партии. Окей, только кофе. Окей. Я открою камеру, и ты скажешь мне право. Снюз. Снюз очень популярный. И это легально? Да. Но обычно с какого возраста люди начинают это делать? 14-15. Какой эффект? Это как калмливый эффект. Калмливый? Аааа. Не, не, не. Это как сигаретка. Позже мне довелось даже попробовать этот снюз. Разговорились с одним парнем в супермаркете. И он во время разговора засунул себе под губу с этот снюз. Я попросил его дать и мне попробовать, и он угостил. Что ты делаешь? Да. Ты просто взял его. Окей. И это все. Берем немного, может быть. После некоторых секунд. Я делал это, правильно? Да. Я сказал, что это хорошо, но это реально хорошо. Какой эффект? Может быть, ты получаешь это немного. Нет, ты просто... Порфектно. Ты получаешь немного адреналин. После некоторых минут. Я думаю, что моё сердце, да? О, нет. Я не люблю это. Это перфектно. Очень хорошо. Сколько долго я должен оставить это? Если ты не хочешь больше, то вы можете оставить это. Но мы используем это около половина часа. Потому что я немного боюсь. Может быть, это как... Как из-за drugs. Да. Я понимаю. Я понимаю. Это легально? Везде или нет? Это не легально в Исландии, я думаю. Но это легально в Норвегии и Свеции. Они продаются в Норвегии, Свеции и Деннварии. Ты делаешь это перед диско или... Нет. Всего дня. Всего дня? Это как смок. Да. Это как никотин. Это как перфектно. Очень интересно. Спасибо. Я надеюсь, это будет нормальный эффект. Да, конечно. Снюс. Я в итоге достал. Что-то испугался эффекта. Потому что реально начал мотор так колбасить немножко. Я подумал, что лучше быть подготовленным. Тем более, Ханс сказал, что это четвертый уровень крепости. Всего их семь. Я подумал, что если начинать, то с первого, второго, третьего. А лучше вообще не начинать. А так-то шведы и умеют веселиться. И не обязательно при этом нужен какой-то допинг типа Снюса. Эти ребята в разрисованных одеждах празднуют начало нового учебного года. Что с твоей грудью? С моей грудью? Да, там написано все. Здесь мои сиськи. Каспер, откуда так хорошо русский знаешь? Откуда? Неужели в школе так выучил? Нет, не в школе. Здесь в школе вообще русского не учат. А где? Я сам выучил. Я через сериалы. Там из Украины. Другая мы убиваем у детей. Знаешь? Что-то знакомое. Я уменьшил детей? Орел и... Да, вот. Любимое. Мы убиваем детей. А, убиваем детей. Вот это сериал. Я не знаю. Нет, не знаю. Там еще есть сериал Орел и Решка. Орел и Решка. Да, да. Это знаю. Да, да, да. Вот это смотрел. Там, ну, как-то выучил. Приятнейшая встреча. Парень из Польши никогда не был в России и так хорошо знает русский язык. А еще шведы очень спортивная нация. Все чем-то занимаются и очень популярен бег. Молодой отец бежит, толкая перед собой коляску. Это обычнейшая картинка в Швеции. Что это хобби? Я использовал соккор. Соккор? Вау. Трекинг? Трекинг. 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 Вы знаете, хай-джамп. Это вот так. Вы знаете, можно прыгать и прыгать. О, да. Это атлетик? Хай-джамп. Хай-джамп. Как твоя рекорд? Этих девушек и остальных людей в выпуске я встретил в первые же часы, когда приплыл на пароме из Финляндии в городок Нюнишам, недалеко от Стокгольма. Скажу пару слов о путешествии на авто из Финляндии в Швецию. По суше это займет много времени. Между двумя столицами почти две тысячи километров. Намного проще и быстрее паромом. Такие большие корабли перевозят и пассажиров, и автомобили, и даже фуры. Десятки машин помимо моего автодома заехало внутрь нашего корабля. Я первый раз так путешествовал со своим авто и мне очень понравилось. Единственное, переночевать в машине они мне не дали. Надо обязательно выкупать каюту или как минимум кресло на одном из верхних этажей корабля. Ну, это делается из соображений безопасности. Никого в отделении, где стоят машины, ночью, конечно же, быть не должно. Это не каюта, это пульман. Я его взял, потому что он тупо самый дешевый был. 20 евро, а каюта стоила что-то евро. 50-60-70 и больше. Здесь у нас бар, походу. Да, но никого нет. Ни выпивок, ни особо персонала. А это мы уже стартанули. Да, вот пристань движется, значит мы едем. Рядом еще один огромный паром. У нас примерно такой же большой, только у нас другая фирма. А сейчас лайфхак. Если в автопутешествии по Скандинавии вы хотите сэкономить, берите паром не из Хельсинки в Стокгольм, а из финского городка Ханка в, по сути, пригород Стокгольма Нюнишам. Это самый выгодный способ добраться в Швецию. Между столицами паром для моего автодома выходил, ну, больше 200 евро. А этот, Ханка Нюнишам, 67 евро за машину, плюс 21 евро за меня, как пассажира парома. Это относительно новая линия, поэтому, может, пока такие цены. А может, потому что они специализируются на грузоперевозках, и у них не самые удобные порты для обычных туристов. Ну, в любом случае, выгода налицо. Паром шел примерно 12 часов, это очень комфортно. Ночь поспал, и ты уже в новой стране. На утро мы причалили к Швеции. Чрево корабля огромнейшее, все уже уехали. Я пока любовался островами, остался в итоге один. Но сейчас тоже поеду. Надо уже выезжать из порта и двигаться в сторону Стокгольма. И по пути в столицу я свернул в один живописный уголок, обозначенный в навигаторе как место для отдыха. Там как раз оказалась целая стоянка автодомов. А вот так выглядит этот кемпинг. Он огромный. Некоторые территории огорожены забором. Не знаю для чего. Многие ставят палатки рядом с своими автодомами, чтобы ночевать непосредственно на свежем воздухе. Особенно круто, когда рядом хвойники типа вот этого соснового леса. Если ты стоишь прямо в непосредственной близости к лесу, к соснам, или вообще между сосен, то это такой кайф спать. Палатки под хвойные эти, фитонциды. Ну, просто бомба. И вот мой автодом стоит. Вон, видите. Я его не стал ставить за забор, потому что там вот еще тоже территория с заборами. Здесь вообще сотни, наверное, этих автодомов. Не знаю, здесь абсолютно, мне кажется, безопасно. Ну, и я понятия не имею, надо здесь за что-то платить там за забором или нет. Ну, если там, где поставил, там точно платить не надо. А гуляя по кемпингу, отметил одну особенность, как шведы апгрейдят свои прицепы, добавляя жилплощадь. И вот, смотрите, у каждого кемпера, машины или прицепа стоит вот такой тент. Вот, по сути, как двухкомнатная квартира получается. Тут от маркизы. Ну, короче, понятно, да? Некоторых приусадим на участок. В Скандинавии очень популярны автодома. В Стокгольме вообще-таки большие парковки автодомщиками заняты, наблюдал. Это очередная стоянка, просто с моста ее вижу. Ну, посмотрите, сколько здесь. Ну, десятки-десятки автодомов, если не сотня. Потому что она еще под мостом продолжается. А все, наверное, потому что здесь очень дорогие отели. Я постоянно смотрю там, где останавливаюсь. Сколько стоит отель рядом со мной? 100-200 евро. 200 – это обычно самая минимальная даже цена 200 евро. Ну, поэтому люди часто путешествуют на автодомах. А по всему городу расклеены плакаты. Как раз сейчас, в сентябре, у них проходят очередные выборы. Куда – не знаю. Но, обратите внимание, практически все кандидаты – женщины. Причем, все молодые. Особенно много плакатов одной девушки было. Да, эта девушка, видимо, имеет все шансы на успех. Столько плакатов, столько портретов ее по городу. Форсверги – баста! Голосуй и баста. Видимо, из партии единая Швеция девушка, раз все в ее плакатах. Мужчины-кандидаты тоже есть, но крайне и крайне мало. И посмотрите, как интересно оформлены портреты. С цветами, с собачкой. Сразу понятно, что не за войну топить будут, а за комфорт, за спокойствие жизненное, за вот это вот все. А вообще, как мне показалось, средний швед не особо интересуется политикой. В общем, живут своей жизнью и не забивают голову геополитикой. А вот чем шведы действительно интересуются, так это музыкой. Они вообще очень музыкальная нация. В прошлом выпуске мы уже перечисляли знаменитые шведские Виа – от Абы до доктора Элбана. Интересно, что слушает сейчас современная молодежь? Канни Вест. Канни Вест? Да. И Кэндрик Ламар. Да. Да. Да, вместе мы говорим. Да. Банда как Хуаветта. Да. И мужчина зовут Виктор Лексель. Кто это? Песня песню немного. Песня песню немного. Окей. Кто это?